ПОДПИШИСЬ! Александр Абдулов родился в Тобольске, но вскоре театральный режиссер Гаврил Абдулов перевез жену и сыновей в Фергану. В пятилетнем возрасте Александр вместе с отцом вышел на сцены Ферганского драматического театра в спектакль «Кремлевские аккуранты», но желание стать актером не появилось до окончания школы. Он был завсегдатаем дворовых потасовок, славился умением смастерить взрывчатку из подручных материалов, фанател от «Битлз», плохо учился, зато серьезно занимался спортом, получил звание кандидата в мастера спорта СССР по фехтованию. После школы по настоянию отца сдавал экзамены в Щепкинское училище, но провалился и без особых переживаний поступил на факультет физкультуры Ферганского пединститута. Параллельно с учебой Абдулов подрабатывал рабочим сцены в Отцовском театре, а через год снова отправился в Москву штурмовать театральные институты. На этот раз он успешно сдал экзамены в ГИТИС. В институте талант студента никто не ставил под сомнение, но за поведение и прогулы его столько раз собирались отчислить, что все сбились со счета. Весь день он проводил в институте, ночами разгружал вагоны и все равно находил время для того, чтобы устроить какой-нибудь розыгрыш. Например, украсть бюст Ленина из общежития, чтобы за это влетела сторожа. Или принести больничный с печатью роддома, где работала его девушка. На дипломном спектакле студента заметил Марк Захаров и пригласил его в Ленком, сразу на главную роль в спектакле, в списках не значился. Молодой актер стал неотъемлемой частью труппы, в которой уже блистали Евгений Леонов, Инна Чурикова, Татьяна Пельцер, Олег Янковский и многие другие, и отдал Ленкому 30 лет. Он играл в самых знаменитых спектаклях театра «Варвар и Еретик», «Гамлет», «Затмение», «Юнона и Авось» и многих других. В постановке «Юнона и Авось» он выходил в трех образах – «Человека от театра», «Пылающего Еретика» и «Фернанда Лопеса». Как-то раз американская делегация, осмотревшая спектакль, всерьез поверила, что Еретика играет какой-то душевнобольной, настолько отрешенный у него был вид. На гастролях в Америке организаторы потребовали, чтобы факел в руке Еретика был прикован наручником. Они боялись, что этот безумный запросто может метнуть его в зал. Эффектная внешность актера обеспечила ему постоянное внимание женщин и обилие сплетен вокруг. Первый роман был с одноклассницей, однако девушка не решилась поехать с ней в Москву, и отношения сошли на нет. В Москве Абдулов познакомился со студенткой медицинского института, которую спустя время застал с другим мужчиной и в отчаянии порезал вены. Спас его сосед по комнате, вернувшийся раньше обычного. После этого он познакомился с танцовщицей Татьяной Лейбель. Они стали жить вместе, но вскоре в линком пришла новенькая актриса Ирина Алферова. Потерявший голову Абдулов почти сразу признался ей в чувствах, но Алферова осталась равнодушной. Она только что рассталась с возлюбленным, воспитывала дочь Ксению и в новые отношения не стремилась. К отказам Абдулов не привык и твердо решил добиться ее расположения в что бы то ни стало. Через год он сделал ей предложение, а она ответила, пронесешь на руках через парк, выйду за тебя. Актер был готов нести ее куда угодно и сколько угодно. Они расписались, и он удочерил Ксению, и долгое время многие считали, что она его родная дочь. Сниматься в кино Александр Абдулов начал еще студентом. В титрах его имя впервые появилось в 1973 году. Он сыграл эпизодического десантника в детском фильме про Витю, про Машу и морскую пехоту. Знаменитым актером он стал спустя 5 лет после роли медведя в сказке Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Когда Захаров, перебиравший всех театральных красавцев, пригласил его на пробы, актер ответил «С удовольствием, потому что все равно пробуюсь всегда я, а снимается потом Костолевский». Эта фраза зацепила режиссера, и он отстоял Абдулова перед худсоветом, который считал, что молодой актер не вытянет рядом с Андреем Мироновым, Евгением Леоновым и многими мэтрами. Захаров же был в актере уверен, так как уже снимал Абдулова в своих 12 стульях. Через год после «Обыкновенного чуда» вышел фильм «С любимыми не расставайтесь», где партнершей Абдулова стала его жена Ирина Алферова. После премьеры их стали называть самой красивой парой отечественного кинематографа, а их фото не сходило со страниц журналов. Вместе они работали в шести проектах, последним из которых стал сериал «Капкан». Как и в первом совместном фильме, они играли супругов, переживших кризис в отношениях. На момент съемок Алферова и Абдулов были давно разведены. Их брак просуществовал долгих 17 лет, а причиной расставания стала кипучая энергия актера, любовь к тусовкам и азартным играм и поглощение работой. Потом Ирина Алферова говорила, «В жизни мне нужно совсем другое, но я его понимаю. Он просто такой, он нужен всем». Дружба была для Александра Абдулова святым делом. Броситься на выручку, организовать помощь, собрать друзей. Все это он умел, как никто другой. Среди его лучших друзей были как актеры Владимир Долинский, Александр Збруев, Олег Янковский, Леонид Ермольник. Так и музыканты, и далекие от искусства люди. Особая дружба была Александра Абдулова с Татьяной Пельцер. Сначала она заступалась за молодого актера перед руководством театра. А с годами он фактически взял шефство над пожилой актрисой и спас ее от увольнения. Они играли вместе в поминальной молитве. И Абдулов строил роль так, чтобы зрители не заметили, что актриса забывает текст. Она называла его сыночек и была очень к нему привязана до последних дней. В 80-х сложно было найти более популярного актера, чем Александр Абдулов. Каждый год выходило по нескольку фильмов с его участием. Карнавал, Чародеи, Формула любви, Самая обаятельная и привлекательная, Десять негритят, Убить дракона и многие другие. Где у Абдулова была, если не главное, то в любом случае заметная роль. Хорошая физическая подготовка позволяла актеру сниматься в трюковых сценах без дублеров. На одном из кинофестивалей Абдулов даже получил приз как лучший каскадер за трюк в фильме Убить дракона. Актера поднимали на ноги на высоту 45 метров. У него никогда не было проблем с простоями, скорее наоборот. Проблемы возникали из-за обилия работы. Например, в нескольких сценах Чародеев за него играл дублер, так как Абдулов параллельно снимался в пяти фильмах и мог приезжать на съемочную площадку только ночью. И такая ситуация была для него обычным делом. Даже в трудные 90-е годы Абдулов был завален работой. Тогда началось его сотрудничество с режиссером Виктором Сергеевым и Сергеем Соловьевым, которые с удовольствием снимали его в своих фильмах. Самые яркие роли в 90-х Абдулов сыграл как раз у Виктора Сергеева, «Мошенника не нашего» из фильма «Гений» и «Киллера немого» в драме «Шизофрения». В 2000 году Александр Абдулов снял фильм «Бременские музыканты и Ко». Это был его первый опыт режиссера игрового кино, и опыт получился не очень удачным. В проекте были заняты прекрасные актеры и музыканты, но даже они не спасли фильм от критики, а Абдулова от упреков в отсутствии смысла и слабой режиссуре. После этого он долгое время не решался встать за режиссерский пульт. Только через 7 лет Абдулов рискнул снять еще один фильм, но его «Лузер» был принят прохладной критикой и зрителями. В 2006 году в жизни Александра Абдулова произошло важное событие. Он женился во второй раз. В компании актера уже давно замечали симпатичную брюнетку, но он всегда представлял Юлию как свою племянницу и только накануне свадьбы признался, что это его невеста и они давно живут вместе. Через год у Александра Абдулова появился первый и единственный ребенок – дочь Евгения. К сожалению, примерно в то же время актер узнал о страшном диагнозе. В своем последнем интервью он сказал, «Я тост такой придумал. Как бы я хотел, чтобы все хорошее мне говорили в спину. Я до сих пор живу этим тостом. Это самое ценное, когда в спину говорят хорошие слова. Самое главное – это моя жизнь. Из этого я соткан. Поэтому я ни о чем не жалею абсолютно». Александр Абдулов скончался от рака 3 января 2008 года. Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!